привет друзья сегодня ночной обзор не секонд-хенд от того как обстоят мои дела в польше многим стало интересно задаете вопросы в комментариях под видео и я решила ответить сейчас я иду на занятия по монтажу и режиссуре я записалась на курсы и уже второй месяц хожу вот в такое здание сейчас вы видите группу которая впервые собирается только на занятия мы еще не знакомы нам представили только девушку в красном жакете это алла грушко режиссер многих украинских сериалов и именно она является моим преподавателем по режиссуре но жить на как-то на какие-то финансы нужно поэтому работа у меня сейчас временная а не постоянная многие спрашивают за работу я хожу убираю квартиры это два-три раза в неделю по объявлению ищу объявления по подходящему мне времени и графику я звоню людям и прихожу убираю их квартиру за деньги именно эти средства сейчас являются моим моими средствами для существования сегодня постирала стульчики в этой квартире мне уже доверяют полностью ключи то есть чем я сегодня занималась я перемола посуду мойку брала здесь полностью детские игрушки не осталось пропылесосить я перемыла мебель перемыла стол я восстанавливали кондиционер была пыль вот а я еще принесла букет в прошлый раз эти хвоздики мелкие пришлось подрезать стояли они с длинными ножками запакованы в пленке я их преобразила а сегодня нарвала немного полевых и принесла хозяйки на такое уважение с моей стороны я вообще люблю цветы вы знаете кто со мной в инстаграм тот помнит что я и на работу всегда приношу букетики игрушки маленького мальчика были разбросаны по всей квартире я аккуратно сложила еще там один балкон еще вот эта комната и ванная туалет такое скромное жилье здесь при входе мои вещи в которых я прихожу переодеваюсь моя убав так осталось еще на полтора часика заканчиваю работу и бегу на учебу ходили с виктория к ортодонту у нас подошел срок нужно подкручивать пластинку мы нашли замечательного мастера где нас приняли первый раз бесплатно а следующий раз процедура будет стоить 100 злотых ну и часто задаваемый вопрос с вами где мои родители родители здесь в польше они приехали три недели назад так как их дом разбомбили наше село полностью уничтожают то родители тоже сели на поезд и приехали сюда к нам на вокзале мы им выбили вот такую комнату в общежитии дорога друг от друга у нас составляет буквально 5 минут так что мы все вместе по секонд-хендам я продолжала продолжаю и буду продолжать ходить снимать для вас видео это моя отдышина мое хобби тут же практика по режиссуре хотя сказать что мне принесли какие-то знания уроки пока не могу может быть их совсем мало а возможно именно по моей профессии по выкладке видео по монтажу видео пока еще я для себя нового ничего не услышала ну и одеть мне нужно маму с папой они убегали вещей у них совсем мало впереди холода осень неизвестно столько мы будем находиться в польше поэтому я хожу выбираю еще вещи для мамы и папы поляки выбирают вещи тоже из натурального материала кожаные сумки очень мало встречаются хумана наша хумана которая есть в украине остается для меня магазином секонд-хенд номер один это один из лучших магазинов которые были у нас в городе и мне сейчас есть чем сравнить польские магазины секонд-хенда отличаются вы пишете чаще мне что раньше образы были более интересные да потому что я была в своей стихии потому что я была у себя дома в своей стране сейчас сейчас у меня конечно может быть творческий упадок какой-то идет но я продолжаю буду снимать и если конечно мне будут попадаться интересные вещи брендовые вещи то буду вам их тоже обязательно показывать сегодня обзор просто обзор без примерок именно то что я находила в магазине более-менее интересная на мой взгляд по ценам по европейским ценам цены в секондах не совсем даже отличаются ценовой политикой от обычных бутиков например платье можно купить и на распродажах магазине за 45 злотых а также такое же платье можно купить и в секонд-хенд обувь есть та которая стоит 50 60 злотых в секонд-хенде а можно купить такую же обувь и в бутике нового поэтому ну все равно остаюсь при своем мнении что секонды в украине были лучше и ценовая политика в том числе летом гораздо меньше покупателей в магазинах так как поляки уезжают в отпускам у них это называется вакация меньше работы меньше людей в городе меньше людей в секонд-хендах и в магазинах знаете какую чудесную сумку диснеевскую нашла в этом магазине мне конечно такая принтованная не очень нравится но есть же любители наверное таких сумок например кто есть у меня из подписчиков кому нравятся такие сумки напишите что-нибудь в комментариях поставьте плюс какой-то смайлик и напишите что да я бы ходила с такой сумкой мне будет интересно и вообще интересно какую с каким образом в какой лук можно стилизовать такую сумку но все же как детская принт для меня кажется детским вот смотрите платье черное и как смотрится такая сумка с данным платьем теряется и сумка теряется и платье на мой взгляд с чем бы вы посоветовали ее скомбинировать вот интересно мнение специалистов у меня много на канале таких девочек напишите пожалуйста эту футболку я купила для своей мамы это просто понравились далматины принт маме я такую не покупала в общем пишите в комментариях задавайте вопросы кому что интересно буду стараться по возможности отвечать всем пока всем мира до новых видео пока